Среди тех вопросов, которые всегда занимались исследователи науки, был вопрос о том, что определяет успех в ней. Это интересовало и как исследователей, и как ученых. И вопрос имеет две формы. Одна касается макроизмерения или макроплоскости. В макроплоскости мы говорим о том, что в некоторых эпохах, в некоторых местах и в некоторые времена сконцентрированы научные открытия, происходят взрывы научной креативности, небольшой золотой век или серебряный век. А в эпохе даже первосортные ученые не могут получить тридессортного результата. И историков науки или социологов науку всегда интересовало, а за счет чего это так. Другой вопрос, это даже когда царит золотой век, далеко не всем удается получить первосортные результаты. Люди, которые занимаются наукой, достигают в них разных успехов, и их самих и окружающих часто интересует, а почему именно они? Почему именно х, а не у? Почему он, а не я? А в разных областях исследований науки возникло несколько разных традиций, которые к этому вопросу обращаются. Например, самая распространенная и самая частая переменная, которая объясняет рост или спад научной активности, это возраст. Благодаря масс-медиа или массовой культуре мы все слышали про стереотип молодого гения, мы знаем, что способность к тому тему творчества ограничена сравнительно ранним возрастом, что тот, кто не прославился до 30-ти, вероятно, никогда не прославится, если уж брать совершенно экстремистскую позицию, которая берется из физики раннего 20-го века. Действительно, как раз в физике раннего 20-го века мы находим примеры многих ученых, которые прославились очень рано. Эйнштейн опубликовал самые значительные работы, когда ему было около 26-ти. Кто-то успел перевернуть математику, погибнув в том возрасте, в котором ему еще не дали университетский диплом в России. Глядя на эти иконические образцы раннего успеха, складывается неутешительный для ученых среднего и особенно старшего возраста стереотип, согласно которому им не светит уже совершенно ничего, если не сделал ничего раньше. Отчасти в отместку, отчасти чтобы придать себе надежду, ученые, не знаю, были ли они в основном среднего или старшего возраста или нет, но провели приличное количество исследований, чтобы проверить, так ли это на самом деле и правда ли возраст играет такую большую роль в шансах написать важную работу. Результаты получились довольно противоречивыми. Явно есть различия по дисциплинам, явно у математиков и физиков пик активности и наибольшая вероятность написать прославивший их труд в раннем возрасте выше, чем у антропологов или историков. Она случается особенно поздно, но разброс не такой большой, как можно ожидать, то есть в основном это где-то интервал между 30-ю, 5-ю, 40-ю, 47-ю годами. А во всех дисциплинах медианная важная работа будет написана где-то здесь, хотя будут выбросы в обе стороны. Кроме того, исследовалось, насколько возраст влияет на чувствительность или восприимчивость к научным инновациям. Есть печальный афоризм Планка о том, что новое учение торжествует не потому, что в него обращаются все, а потому что сторонники прежнего учения просто потихоньку вымирают. И правда, широко распространена вера, что взрослым ученым не свойственно менять свои убеждения, а свойственно однажды сформировав для себя какую-то картину и, сформировавшись, заявив о себе, развив какую-то перспективу, дальше следовать ей уже до самого-самого конца. Правда ли это на самом деле, пытались проверить много раз, опять же, с весьма противоречивыми результатами. Вроде бы, например, для социальных наук возраст действительно имеет значение, и младшие обращаются быстрее, чем старшие. Хотя для некоторых исследований по естественным наукам закономерности не было найдено, а одно даже продемонстрировало отрицательную корреляцию. Старшие ученые были более восприимчивы к новым идеям, чем младшие. Опять же, Роберт Мартин мог бы объяснить, что им особенно нечего было терять, а если ты старший ученый с мировым именем, то ты хочешь прежде всего не опуститься ниже той планки, которая задали твои собственные ранние работы. И поэтому старшие ученые могут быть даже слишком восприимчивы к новым радикальным идеям, которые оставят все, что они сделали прежде позади. С этим связано широко распространенное, опять же, обсуждаемое в фольклоре явление безумия прежде великого человека, который создает общую теорию всего. А в целом кажется, что ученые все-таки не похожи на художников. Это с художниками частая история, когда прогресс продолжается на протяжении всей творческой активности, и самые значительные работы производятся уже перед смертью, или, по крайней мере, в очень зрелом возрасте с точки зрения историков искусства. Тернер написал самые важные революционные свои картины уже в 60, прямо перед тем, как полностью потерял трудоспособность. А Хирошиги, кажется, что продолжал производить первосортные работы еще дольше. Микеланджело, ну и вот там можно продолжать, любой историк искусства расскажет, приведет массу примеров того, как творческий гений продолжал развиваться, приобретал все новые грани, но, кажется, с учеными все не совсем так. Хотя, почему это не совсем так, мы толком не знаем. Другие исследования показывают, что количество цитирований, которые привлекают работу ученого, не сокращаются с возрастом, а вот количество самих работ сильно уменьшается. И это может быть частью объяснения, имеет значение не столько то, что ум становится невосприимчив или не способен производить гениальные идеи, сколько то, что с первым признанием приходят новые обязательства и новые заботы, которые оставляют все меньше и меньше времени и возможностей для производства новых идей. А статьи-то не становятся хуже, но их становится все меньше и меньше. Выдающемуся человеку зовут попредседательствовать где-нибудь, возглавить какую-нибудь редколлегию, занять административный пост, научно поруководить десятками аспирантов, популяризировать науку. Короче говоря, со всех сторон раздаются разные голоса, которые великого человека буквально ежеденно отвлекают от того, чтобы произвести еще хоть что-нибудь великое. А действительно, то, что мы наблюдаем в случае с публикациями, кажется свидетельствовать в пользу того, что особого спада в способности производить первосортные работы до, по крайней мере, 60-летнего возраста не отмечается в большинстве этих сцеплен. А что кроме возраста может иметь значение? Одна переменная, который, видимо, накладывается на возраст, это эффект статуса. Ученые, другая традиция в социологии науки, говорят, что способность, вероятность произвести первосортный результат, как и все другое хорошее, что может случиться в жизни человека, определяется классом, из которых этот человек происходит. Действительно, многие научные революционеры отличались аристократическим происхождением. И можно объяснить, почему. Потому что они могли позволить себе рисковать, потому что они получили лучшее исходное образование, потому что они могли позволить себе рисковать, потому что они не боялись остаться без работы, так как у них были какие-то собственные средства, и потому что с детства они привыкали к мысли, что они не такие, как все, и у них есть особая роль в жизни, и поэтому, когда они начинали свою научную карьеру, они брали за самую сложную задачу, которая была где-то на горизонте. Они не боялись поссориться с научным руководителем. Студенты, которые знали, что их выживание или смерть от голода зависит от того, оставит ли их в ассистентах еще на год авторитарный профессор, всячески старались ублажить профессора и продолжали развивать его бессмертное учение, даже если сами они внутри себя в это бессмертное учение совершенно не верили. Студенты, которые предполагали, что такие-то, как они, точно пробьются в жизни, легко ссорились с научным руководителем, образовывали раскольнические секты, и в результате, хотя значительная часть всего этого, конечно, заканчивалась ничем, а некоторые шансы произвести революционную оригинальную работу для них были выше. А если этот аргумент под некоторым вопросом, то другой эффект статуса, кажется, сомнению не подлежит. Статус явно играет в пользу ученого, если это статус учреждения, в котором ученых оказался. Академическое пространство устроено очень иерархически, есть признанные центры, есть периферии, а периферии и признанные центры периферии по умолчанию ждут, что самые важные открытия будут сделаны именно в центре. Поэтому ученые периферии даже не особенно склонны слушать друг друга, потому что они внутренне уже готовы к тому, что вокруг них-то точно не случится ничего важного. А вот оттуда к ним придет настоящее знание, потому что там вообще происходит настоящая интеллектуальная жизнь. И наоборот, люди в центре, разумеется, и сами на себя так смотрят, и уверены, что если кому-то и предстоит сделать революцию, то именно им. У них обычно больше ресурсов, у них больше возможностей, у них меньше преподавания и больше времени для занятий наукой. В этом и во всех остальных смыслах старт может быть очень важен. И, как показывают разные исследования, в действительности, например, ученые из ведущих университетов публикуют больше работ, но не потому, что ученые, которые публикуют больше работ, попадают в хорошие университеты, а потому что, оказавшись внутри, в более благоприятной обстановке, с большей зарплатой, большим временем и большими возможностями, они начинают публиковаться. Вот похожие по публикационным карьерам ученые практически неотличимые, один из которых попал в очень хороший университет, а второй попал в довольно плохой, в дальнейшем будут демонстрировать только расходящиеся дальше публикационные траектории. У того, который попал в хорошие, будет все больше и больше работ, которые будут цитироваться все чаще и чаще, потому что люди вокруг будут верить, что штамп-то наверняка написали какую-то хорошую работу, и создавая некоторые кумулятивные эффекты, раз уж прежнюю статью процитировало много, то в следующую статью хотя бы с интересом прочитают. Это не дает ничего, если следующая статья плохая, но одинаковым по качествам статей, то, что одна из них вышла от ученого из ведущего университета, вторая из периферийного, дает большое преимущество первому и дает большое, наоборот, отставание второму. И в этом смысле статус, он превращается, даже если он исходно распределяется, случайно становится важным преимуществом на протяжении всей остальной исследовательской карьеры. Почти случайные события в ранней сортировке ученых могут очень сильно сказаться на дальнейшей биографии, хотя, как показали некоторые исследования, не настолько сильные все-таки, как можно было бы опасаться. А то, что, по крайней мере, то, что какие-то статьи очень высоко цитируются, не гарантирует, что следующие статьи будут много цитироваться, подписанные тем же именем. И даже длинная серия статей, которые вовсе не цитировались, не исключает, что одна из следующих не начнет цитироваться много, даже если ее писал кажущийся неудачник. Но зато этот факт очень сильно повышает вероятность или невероятность появления этой следующей статьи. Если ученого много публиковало некоторое количество неудачных статей, вероятность, что он не публикует дальше ничего высока, даже если ученый остается преподавателем и пытается, и остается где-то в академическом мире. Еще один фактор, на котором часто говорят в истории науки, это маргинальность. Есть распространенное утверждение о том, что все выдающиеся открытия делаются людьми, которые по какой-то причине мигрируют из одной академической области в другую. Они приносят с собой свежие подходы, свежие методы, свежий взгляд. И за счет этого они пишут свежие работы, потому что для той области, в которую они пришли, подход абсолютно новый. Традиционный способ написать биографию научного инноватора – это показать, как он или она принесли с собой какой-то новый подход, который был нетипичен для области, где они иногда против своей воли оказались. Наверное, самый живописный пример такого рода – это Фрейд, который исходно мечтает стать генералом, но в германском генеральном штабе того времени или в австрийском, австро-венгерском у еврея нет совершенно никаких шансов. А тогда он мечтает стать писателем, но как-то с этим тоже из-за антисемитизма или из-за чего-то еще, но у него не задается. И тогда с горя он решает побыть врачом, сначала приличным врачом-физиологом, потом куда-то мигрирует, но с его задатками генерала и с его желанием командовать своей армией, хотя бы армией, интеллектуальной армией учеников, и с его неудовлетворенным литературным стремлением, которое он обращает на человеческую природу, он как-то преобразует психологию вокруг себя. Вначале он еще притворяется физиологом, потом перестает, потом возникает вокруг него психоанализ. А теперь представьте себе, что в 1914 году австро-венгерский генеральный штаб возглавляет 58-летний фельдмаршал Фройд. История XX века могла быть написана совершенно иначе, но, говорит эта теория, как раз как фельдмаршал, он мог быть довольно бездарен. Именно за счет того, что он привнес свои неудовлетворенные амбиции в новую область, он создал нечто абсолютно новое, невиданное прежде. Тезис о маргинальности пытались проверить много раз. Кажется, что он получает значительное подтверждение. В смысле, чем более разнообразна траектория, тем стабильнее человек остается в одной области, тем больше вероятность, тем меньше шансов произвести какую-то прорывную работу. Правда, здесь мы не можем сказать, что является зависимой переменной, то есть, что зависимое, а что независимое. Возможно, более талантливые люди просто легче меняют разные области, потому что им становится скучно там, где они были прежде. Что кажется, что подтверждается разными исследованиями, хорошо предсказывает влияние для отдельной статьи, измеренное цитированиями, разнообразие источников, которые статья цитируют. Чем менее типична комбинация литературы, на которую статья ссылается, не внутри традиции, где все цитируют одни и те же статьи, а вот такая его структурная дыра в сети цитирования, когда впервые появляется работа, которая процитировала два корпуса литературы, никогда не цитировавшиеся вместе. И тогда это очень плохо, это хищнический журнал, который цитирует всех случайно. Но иногда, и во многих случаях, это, видимо, очень хорошо. Это показывает, что человек впервые рекомбинировал какие-то элементы, которые прежде никогда не сочетались. И в этом смысле не самые благоприятные или благополучные для ученых жизненные обстоятельства, возможно, стоят за самыми важными революциями в науке. Субтитры создавал DimaTorzok